Всем добрый день! Сегодня у нас еще один не совсем запланированный ролик. Дело в том, что в прошлом ролике я показала, чем можно заменить полюбившиеся продукты, а именно шприц под номером 1060 и шприц под номером 1063 компании Faberlic. То есть это были специальные продукты в коллекции Expert Faberlic. И они были направлены на коррекцию мимических морщин и глубоких морщин. И в прошлом ролике я показала, что мимические морщины можно корректировать с помощью сыворотки 1039, глубокие морщины с помощью программы Power H3 под номером 1052. Но как оказалось, что вот эта сыворотка есть в наличии не у всех. Сыворотка под номером 1039 из-под коллекции Beauty Lab. Плюс ее нет в каталоге и не ясно, появится ли она вообще и если появится, то когда. Ну и понятное дело, что некоторый народ просто-напросто расстроился. Поэтому я сегодня покажу вам вариант коррекции мимических морщин, глубоких морщин. Этот же вариант коррекции будет направлен на то, чтобы разгладить вообще морщины в целом, на то, чтобы убрать дисколорацию, если есть какое-то изменение цвета лица. Этот же уход будет направлен на подавление даже аллергической реакции, потому что мы видим еще одно суперсредство. И этот же уход будет направлен... Вообще, в принципе, у него комплексное действие, потому что он еще будет направлен на подтяжку обала лица. То есть будем корректировать, казалось бы, мимические морщины, но у нас будут присутствовать продукты комплексного действия. Поэтому мы в целом будем омолаживать, в принципе, свое лицо, шею и даже зону декольда. Ее не совсем будет видно, но я буду проговаривать. А все почему? Потому что мы сегодня с вами будем использовать одну новиночку компании Файберлик. То есть мы сегодня будем гарантированно использовать те продукты, которые есть в наличии, и которые буквально появятся со следующего каталога. Сегодня мы будем с вами использовать вот такую вот сыворотку Активатор под номером 0281. Это продукт-новинка следующего периода. Продукт потрясающий. Просто о нем я сниму отдельный ролик, как о новинках коллекции Oxiology. Поэтому не буду говорить. Но, правда, уже имея стаж работы с продукцией компании Файберлик уже порядка почти 16 лет, у меня периодически просто начинается дикий восторг от некоторых шедевральных наших продуктов. Так вот, вот это вот кислородный активатор из разряда шедевральных продуктов. И я его сегодня просто использую, показываю, как максимально от него добиться результата, эффекта и так далее и тому подобное. Но, а что он в целом творит в хорошем смысле с нашей кожей, это будет отдельный ролик, посвященный, еще раз повторю, новинкам коллекции Oxiology. Так вот, смотрите. Я предварительно умыла свое лицо с помощью пенки из коллекции Renovage, протерла лицо тоником из-под коллекции ReShaper, тоник-бустер. Вы можете умыть свое лицо тем, что есть у вас. То есть, фактически, нам нужно, главное условие, чтобы лицо наше было чистое. Поэтому здесь на вкус и цветоварища нет. И чтобы время не затягивать, я уже эти процедуры очищения и тонизации кожи провела. То есть, я надеюсь, что видно еще до сих пор, что у меня есть аллергическая реакция. Но я использую такие продукты, которые и восстанавливают кожу, да, и в то же время борются с возрастными признаками. Итак, у нас будет сегодня еще три продукта дополнительные. Это вот наша новинка, это кислородный активатор. Это будет ампула из коллекции Power Age под номером 1052. То есть, единственная ампула у нас будет корректировать и глубокие морщины, и мимические. И у нас будет уже известный крем под номером 1070, крем состерапии. Так у нас вот-вот всего лишь нация для комплексного хода полностью. То есть, за лицом, глазами, шеей, т.к. т.п. вот эти три самые продукта. И опять-таки, еще раз, этот ролик по просьбе тех, кому нечем корректировать мимические морщины. То есть, на самом деле, акцент у нас сейчас будет идти как раз-таки на коррекцию мимических морщин. Итак, смотрите, первое, что мы делаем. Мы сейчас будем наносить кислородный активатор. Его, на самом деле, можно смешивать со своим базовым кремом, со своей сывороткой, для того, чтобы усилить эффект, соответственно, вот этого косметического средства. Вот этот активатор можно использовать самостоятельно. Еще раз скажу, будет отдельный ролик, иначе мы сейчас еще с вами на полчаса затянемся. Я просто-напросто, небольшое количество активатора кислородного, потрясающий состав, 4 ценных масла, лошадиная, в хорошем смысле, доза кислородных дронов. Вот, поэтому я сейчас небольшое количество этого активатора буду вбивать в проблемную, в наши проблемные зоны. То есть, там, где у нас чаще всего образуются мимические морщины. То есть, смотрите, это зона, там, где у нас образуются гусиные лапки. То есть, вот буквально, смотрите, не в таком смысле вбивание, прям вот так вот, да, а в небольшое такое касание. У меня, напомню, проблемная зона, это вот здесь вот образуются морщины. Потому что я уже рассказывала, да, я сплю сюда в подушку, и вот здесь у меня проблемная зона. Поэтому добавляю небольшое количество, просто она просто распределяет. Дальше. Там, где у вас образуются мимические морщины. То есть, вы еще раз, небольшое количество просто кислородного активатора наносите в те зоны, где у вас есть проблемы. Где есть морщины, допустим, это зона лобика, может быть вертикальная морщина, могут быть горизонтальные морщины. Не имеет значения. Дальше. Вот у меня проблема, вот здесь вот у меня образуется, я показывала, да. Небольшое количество вбиваем в область носогубной складки. Обязательно на верхнюю губу, если у вас уже наметились возрастные изменения, или есть так называемые кисетные морщины, кисетный рот. Под нижней губой, если у вас вот здесь вот складочка. Небольшое количество вбиваем, если у вас наметились морщины марионетки в этой зоне, да. Или вот здесь у вас образуется несколько параллельных морщинок, когда вы улыбаетесь, да, вот здесь вот. И смотрите, еще куда вы вбиваете небольшое количество. Если у вас возле козелка уха, вот козелок, да, вот здесь вот у вас уже наметились такие вертикальные морщины собираться. Это тоже разновидность мимических морщин, поэтому небольшое количество сюда. На шею, вот это вот наша проблема, да, вот небольшое количество на глубокие морщины. Если у вас куриная, скажем так, шкурочка уже провисает, да, вбейте сюда небольшое количество. И, ну, будет незаметно в зоне декольте, да, между грудями у нас тоже собираются вертикальные вот такие вот морщинки. То есть добавляйте обязательно небольшое количество, потому что вы можете ухаживать за лицом, вы можете ухаживать за шеей. Но если вы не обращаете внимания на свою зону декольте, или там выходите с открытой грудью, скажем так, вот эти некрасивые, конечно, вот эта гармошка с вертикальных морщин, она тоже, к сожалению, выдает наш возраст. И, смотрите, есть еще одна проблема у некоторых у детей, это появление морщин вот в этой зоне. То есть буквально за ухом собирается тоже кожа, имеет свойство собираться здесь в калатке. Если у вас есть такая проблема, вбейте небольшое количество сыворотки активатора и в эту зону. То есть, смотрите, мы с вами, да, вот сейчас несли активатор, а в самые, скажем так, проблемные наши зоны. Молодцы! То есть, фактически, пока я с вами разговаривала, у меня эта сыворотка впиталась. Поэтому я сейчас еще небольшое количество распределю теперь полностью на все лицо. То есть, на самом деле, все это делается значительно быстрее, абсолютно значительно быстрее. И когда мы с вами не болтаем, да, а вот дома за считанные секунды все это дело распределяем. И, соответственно, расход меньше будет. Объясню, почему. Потому что я вот за, скажем так, за разговорами сыворотка, это сыворотка активатора, да, именно кислородный активатор имеет свойство быстро впитываться. Поэтому, пока я вам что-то проговариваю, он впитывается. И, на самом деле, если вы дома молча все это дело делаете, у вас расход, ну, пожалуй, в полтора-два раза меньше. Вы можете его нанести полностью на все веко. Мне достаточно комфортно. Но я сейчас это делать не буду, потому что впереди еще будет вот эта сыворотка. Так вот, смотрите, наш кислородный активатор под номером 0281, который мы сейчас вот просто наносили на все лицо, его можно одну-две капли смешивать с продуктом, с кремом, со своим или с сывороткой. Я вам показала просто-напросто, как делать подложку под свое или базовое уходное средство, или под вот эту сыворотку под номером 1052. На самом деле, действительно, вы можете выдавить сыворотку, добавить одну-две-три капли кислородного активатора, перемешать и наносить уже вот эту смесь. То есть, вариантов на самом деле масса. И если вы смешиваете со своим базовым косметическим средством или сывороткой, расход тоже самый меньший. Но я вам показала, как вот сделать подложку такую. Почему именно подложку вот такую? Потому что, ну, на данный момент, с моей точки зрения, вот так, как я тестирую этот кислородный активатор, вот так вот он работает еще в разы сильнее и мощнее. Теперь поверх вот этого активатора я буду наносить нашу любимую, не побоюсь сказать, шикарнейшую сыворотку под номером 1052, которая, в принципе, нашла для коррекции глубоких морщин. Но, но, она же сама по себе еще великолепно устраняет мимические морщины. То есть, что такое мимическая морщина? Это фактически залом кожи в том месте, где кожа непроизвольно тянется, да, или деформируется вслед за морщин, за мышцами, на мышцами. И если вы такую процедуру с помощью сыворотки 1052 будете делать на ночь, то вы точно так же, когда ночью будете спать, когда отключите свои эмоции, вы будете восстанавливать кожу в области вот этих самых мимических морщин. То есть, и они разгладятся, они разгладятся с гарантией. Теперь смотрите, я по прошлому ролику тоже небольшое количество теперь сыворотки вбиваю в проблемные зоны. Допустим, у вас вертикальная морщина залом, да, вот где мышца гордится, и вы привыкли вот так вот думать, и вот она в складку собирается, да. Или же у вас привычка удивляться, у вас появляются вот такие горизонтальные мимические морщины. То есть, в области гусиных лапок понятное дело, что если я прищурю глаза, они мне все равно проявляются. Но проблема в том, что они у людей заметны, когда они даже в расслабленном состоянии. Теперь смотрите, легким движением я сыворотку, да, на область вокруг века полностью. То есть, мне она заменяет крем для области вокруг глаз. Небольшое количество вбиваю в свою проблемную зону. Там, где у меня образуются механические морщины залома того, что я сплю в подушку. Дальше, напомню, что я вот вбиваю небольшое количество. Вот здесь вот образуются или морщины, ну, как назвать, кроличьи, да, иногда морщины агрессии. И в область носогубного треугольника. И, конечно, верхняя губа, где у нас образуется чистопол из морщин киседных. Опять-таки, небольшое количество вбиваем в область шеи. Ну, то есть, и все ваши проблемные зоны, я думаю, вы их знаете, да, каждая женщина, в принципе, знает небольшое количество, конечно, в зоне декольте. И вот мы распределили, опять-таки, эту сыворотку в проблемные зоны. То есть, еще раз повторю, в идеале я делаю сейчас наслоение. Вот такое вот наслоение. Я концентрирую активные косметические ингредиенты на своих проблемных зонах. Еще раз, чтобы облегчить ситуацию, вы можете смешать и сразу нанести. Но я вам показываю вариант, как слойка, да. И последнее количество сыворотки я выдавливаю. То есть, в идеале мне бы нужно выждать минутки 3-4-5, да, чтобы вот в такие проблемные зоны сыворотка впиталась. И потом, опять-таки, распределяю на все лицо. То есть, на область век я нанесла и, конечно, на область шеи. То есть, вот мне одной ампулы полностью хватает. Потому что, извините, ну, когда я дома ухожу, я начинаю от зоны декольте все это дело. А не так вот обрубила шею, где-то там пошла и поехала. Вот, смотрите, активная фаза ухода, да, такая противо, как раз-таки, морщинистая. Или, ну, правильнее сказать, не противоморщинистая, а для коррекции морщин. Потому что все равно возраст у нас будет, к сожалению, да, проявляться на лице. Но вот мы его пытаемся удержать. Итак, смотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами нанесли два суперактивных средства косметических. Это кислородный активатор, который сам по себе мощал. И мы усилили с помощью кислородного активатора действие сыворотки под номером 10-52. И смотрите, теперь, если проблема, мимические морщины, вы делаете именно вот эту составляющую, вот эту процедуру каждый вечер перед сном, минимум за час до сна. То есть у вас все средства должны полностью питаться. И фактически кожей усвоится. Вот ложиться вот в таком состоянии, когда средство блестит непосредственно спать, не годится. Во-первых, мы рискуем вытереть косметические средства об подушку. Это один момент. И второй момент. Да, если средство полностью, скажем так, не адаптируется под кожу, не усвоится к коже, мы рискуем, хотя это очень легкие текстуры, но все-таки мы рискуем проснуться с утром со слегка отечным лицом. Так что это не годится. Более того, вы вот ходите минут 10-15 и видите, если у вас средство остается, скажем, особенно в области вокруг глаз, остается, что называется, на лице, вы обязаны его промокнуть. То есть в области век ничего не должно оставаться. Есть еще женщины, которые считают, что вот достаточно вот тут вот где-то нанести средство для области вокруг глаз или вот тут вот, да, и все. На этом все. Я приверженец классики, французской, да, я наношу полностью на все век, а не трогая только зону роста ресниц. То есть я не размазываю вот таким вот образом. Минимум 2 мм. Это один момент. Когда у меня образуются очень выраженные темные круги отеки, более того, я захожу прямо вот сюда, во внутренний уголок глаза. Подвижное веко я даже иногда мажу. Я даже иногда мажу, особенно когда у меня были нанесены тени. И спустя 10-15 минут остатки снимаю. Дело в том, что да, на верхнее веко вот сюда именно крем попадает. Но попадает он, когда мы с вами моргаем. С подбровной области. Вот представьте, нам нужно поморгать 7-8 часов, чтобы крем как-то опустился вот сюда. Иногда этого уже недостаточно по срокам. Поэтому я наношу, но остатки всегда убираю. И тогда никаких проблем ни с отеками, ни облывшего верхнего века. Ну, то есть у меня лично проблем не возникает. И смотрите, да, вот можно уже в принципе идти спать. Но, но моей кожи, она у меня истонченная, она у меня зрела, она у меня возрастная. Моей кожи этого недостаточно. Поэтому я поверх всего вот этого дела, я еще наношу крем состерапия 10-70. Я уже показывала, да, ни в одном ролике, как работает этот крем. Замечательная штука, которая не только годится в АПЦ пилинге, да, как восстанавливающий продукт, но и просто как самостоятельный супер омолаживающий крем, крем миорелаксан. И я его распределяю тоненьким слоем. После того, как вот у меня вижу, что сыворотка под впиталась, то есть я даю ему хотя бы минут там 5-7-10, чтобы вот эта вот слойка впиталась. И сверху наношу еще вот этот, ну, мой, ну, любимый крем. Да, вот видно, что у меня кожа начинает краснеть. То есть, в принципе, она не краснеть, она розовеет. Это реакция на механическое воздействие, то есть на мои пальцы. Но, безусловно, на крема, потому что в кремах присутствует кислородный комплекс, который усиливает кровоснабжение. Вот, соответственно, такая реакция, это, в принципе, абсолютно нормально. То есть в течение 10-15 минут ваша кожа может разоветь. Происходит расширение сосудов, усиливается приток крови. И это очень хорошо. То есть не путайте с аллергической реакцией. Если у вас не печет, не щипет, не покалывает сильно, да, лицо. Если все нормально, то есть эта реакция потихонечку начинает угасать. И через 10-15-20 минут иногда все зависит от тонкости кожи, да, от того, как у вас проблемы. Все это дело успокаивается. Мне иногда, когда аллергическая реакция, нужен даже час для того, чтобы кожа успокоить. И вот полный вариант вечернего ухода, омолаживающего ухода. Еще раз скажу, мы делали акцент на коррекцию морщин. И еще раз напомню, вечерний уход. Вот абсолютно вечерний уход. Потому что, напомню, если нам важно избавиться от химических морщин, и у нас нет целенаправленного средства, которое бы проникало в глубь кожи, а мимические морщины, они-то на самом деле достаточно глубоко расположены. У нас потрясающие транспортные доставки. И результат, будешь, называется, на лицо и на лице. Поэтому работала наша косметика. Но поскольку у нас сейчас не остается вот таких вот активных ингредиентов, мы идем другим путем, да. Мы начинаем работать над кожей. Именно не над первопричиной, да, не расслабляя мышцы. Я, кстати, вот такой, вот такой один из вариантов ухода я делаю обычно после гимнастики для лица, направленной на расслабление мимических мышц, да, вот. И делаю, потом уже кровь пошла, погоняла, мышцы расслабила, перед сном делаю. И результат просто замечательный. Я думаю, что, ну, я, конечно, не претендую на лавры супер-купер-красавицы, да, но, по крайней мере, в мои 44 года иметь вот такое лицо, корректировать морщины, да, возрастные изменения на вот таком уровне, я считаю, что это достижение, в принципе. Поэтому, вот смотрите, делайте вечерний уход, да, расслабляйтесь, и у вас кожа, точнее, косметические средства работают над тем, чтобы разгладить изменения на коже, на коже. Вот, поэтому берите на вооружение, и теперь сколько же, да, опять-таки, все зависит от вашего возраста, все зависит от вашего типа кожи. Если очень тонкая сухая кожа, конечно, побороться с морщинами достаточно затратно по времени, да, минимум нужно будет 3 вот таких вот пачечки, потому что в одной пачечке 6 ампул, а нам нужно хотя бы 18 дней. Ежедневного ухода, ежедневного ухода, вечернего ухода, но с гарантией результат будет. Плюс очень советую приобрести кислородный активатор под номером 0281, это новинка следующего каталога, по-моему, 5 или 6, уже не помню, но, в принципе, в наличии есть, то есть вот эти средства, они все есть в наличии, и с кислородным активатором сыворотка будет работать значительно быстрее, я даже это вижу по себе, по субъективным ощущениям, поэтому усиливаем эффект друг друга, и, в принципе, в следующих роликах вы еще неоднократно увидите, как я использую этот активатор, и, ну, результат будет. Главное, чтобы у вас было желание собой заниматься и вот корректировать свои возрастные изменения. Ну, и сразу скажу, что приятным бонусом будет, это не то, что у вас будут разглаживаться морщины, я уже проговорила, да, будут уменьшаться глубокие морщины, то есть их длина, их толщина, их глубина, будет изменяться цвет лица, он станет более ровным, более светящим все это действие кислородных дронов, потому что там есть запатентованный испанская лаборатория Infinity комплекс биополимеров, да, со специальной водорослей, которая уже через две недели у вас преображает лицо, вот сияющее действительно лицо, это очень важно. Вот, ну, и женщины в такой возрастной группе, как я, за 40, знаете, глубкому за 40, заметят, да, что не только кожа, вот там морщинки разгладились, не только дисколорация как-то уменьшается, да, пигментация, сияющий цвет лица более свежий, более здоровый, начинается некая подтяжка овала лица, вы еще заметите, что у вас кожа в хорошем смысле слова стала уплотняться. А это еще один большой плюс, значит, соответственно, восстанавливается защитная оболочка гидролепидной мантии, кожа становится более устойчива и к внешним факторам, и к аллергенам, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть мы действительно начинаем с вами немножечко поворачивать время вспять, поэтому возраст паспорта, это уже не так актуально, как то, что у нас будет на лице. Пользуйтесь, действительно, ваши морщины будут сглаживаться значительно. Главное, каждый день, каждый день проходите курс, и результат себя не заставит ждать.